На площади чуть более 70 квадратных метров целых три десятка скульптур. Копии великих произведений великого творца, уместить которые получилось лишь благодаря новым технологиям. В скором будущем экспонатов станет еще больше, но даже эти немногие могли увидеть. Новость о расширении музея только набирает обороты. Я не скажу, что посещаемость слишком большая, но где-то 250-350 человек в месяц здесь постоянно у нас бывает. Кто они? Так, это и просто люди, которые едут и по навигатору видят, что здесь находятся дома, здесь Степан Эрзи заезжает. Это и школьники, это и пенсионеры, это какие-то организации, которые уже устраивают такие вот туристические маршруты для своих рабочих. И просто люди. Учитывая то, что иностранные туристы уже бывали в здешних краях, а дом Эрзи был предметом паломничества, они вернутся сюда снова с еще большим энтузиазмом. В музее на ближайшее время дают весьма оптимистичный прогноз, считая, что число неравнодушных к творчеству скульптора вырастет в год до 6 тысяч. Помочь этому должны без сомнения грандиозные планы. Мы будем говорить о новых создаваемых туристических маршрутах, чтобы село Баево вносили в туристический маршрут не только наши мордовские, может быть, туристические фирмы, но и выходить на туристические фирмы, например, Нижнего Новгорода, Чувашской республики. И даже вот, даже те паломники, которые едут, например, в Казанскую Ключевскую и Пустошку нам сюда, они, может, даже будут сюда и заезжать. А еще мы пообщались с местными жителями, узнали, насколько для них важно появление маленькой копии Большого музея Эрзи в родном селе. Ну и посчитали, сколько же это стоило. Об этом мы покажем и расскажем в итоговой программе в Центре внимания. Константин Курбатов, Игорь Гангаев, Ордатовский район.